всем привет мои хорошие у нас сегодня будет ролик я расскажу немного своего опыта своего опыта в выращивании с чем я столкнулась и вот когда я взялась за котлеи гибридные котлеи спасибо им огромное они прощают многое они терпеливые они легкие это все прекрасно это классный способ потренироваться это классный старт но когда ты переходишь уже на более что-то капризнее тут начинаются свои приключения и огромная моя ошибка была в том что я недооценила или переоценила себя не знаю с какой стороны посмотреть в общем есть золотое правило есть правило агротехники как надо выращивать и самое главное правило это то что котлею надо котлеем надо давать просохнуть корневой надо давать просохнуть и многие говорят что вот если вам кажется что котлею пора полить дайте постоять еще один или два дня сухой и только потом полейте и я очень много читала смотрела у кого крутые коллекции кто как растит у кого действительно шикарные картины результаты и пошла конечно же следуя всем вот этим советам котлеиным и почему я недооценила или переоценила себя оказывается то как я поливаю вот моя привычка полива знаете всем говорю вам надо вот эти вот все советы и правила агротехники рассматривать через через себя сквозь себя сквозь свои условия то есть подстраивать это под свои условия и вот я почему-то это упустила я вот великая бояльщица все залить я свои котлеи пересушивала и вот оказывается то как я поливаю вот мой стандартный такой комфортный для меня график полива то как я это делаю скажем так на интуитивном уровне то как неудобно как я сделал хорошо чувствую это оказался вот этот вот идеальный полив для котлей и я свои котлейки реально пересушивала сейчас я думаю как туда подлезть чтобы вам показать а у меня все живут все прекрасно хотя парочку я действительно засушила это были ансепсы представляете я засушила ансепсы это просто какое-то неимоверное сочетание засушить ансепсы так и вот я жаловалась в некоторых своих видео что меня очень худые котлеи хоть они цветут но мне это не нравится вот и в какой-то момент я решила поняла что мало я поливаю надо гораздо больше и решила провести эксперимент и я очень довольна и я перешла на новый график полива для своих котлей я не жду не пересушивая их поливаю вот так как мне кажется правильным в общем для того как я поливала перед этим я свои котлей теперь содержу гораздо менее суши гораздо более влажнее и вот они результаты классные корни и большой видите бульба выросла гораздо больше предыдущий и толще и прекрасный лист и почему-то телефону не снимать стену но вот такая прелесть выросла сейчас вам покажу а вот это вот так как я поливала перед этим видите какой даже молодой рост маленький и худенький и предыдущие очень скукожились вот они мои ошибки вот моя вторая ошибка но тут и вы хоть все листья остались на месте то есть не так уже сильно я пересушиваю посмотрите видите какой маленький вырос и так получилось что у меня как-то это качка не легла спать это лелька вернее но для меня пурпураты лелями остаются хотя их перевели в котлеи и видите вот этот рост рос летом я его очень активно поливала не боясь залить он хоть вырос нормальным а следующий у меня получился рос уже в осень начала зимы перед тем как лег спать и я так боялась залить что просто пересушила и вот такой недоросток вырос там он второй такой же вырос а вот это чудо классно дает корни классно растет но тоже я пересушила перестаралась она сбросила все листья кроме вот из последней бульбы которая доросла его часто новые бульбочки растут в общем вот такие мои ошибки и оказалось что вот то как я поливаю то как я чувствую это вот самое то для котлей и скажем так если бы я в сферическом вакууме рассказывала про свой полив я бы сказала что я котлеи не сушу я их вот так вот поливать да я не жду вот эти вот день-два и прочее но вот в моих условиях вот такой мой полив в моей посадке оказался экспериментальными зайцами кроликами у меня послушала вот это пурпурата вот это вот моя бросоволана доза я вообще страшно боялась потому что я ее поливаю но она пьет не то что как конь она пьет как два слона просто вот постоянно иногда даже чаще чем свои фаленопсисы но прекрасные результаты я в восторге и вот оказывается как поэтому всегда все надо пропускать через себя вот тут тоже сейчас покажу маленькие у меня бульбы росли а потом вот мой полив и такая хорошая толстая бульба выросла тоже под мой эксперимент попала с заселением полива и теперь вот даже вот эту новенькую это моя котлеи amazon я поливаю очень часто видите вот последняя бульба которая цвела она толстенькая плотненькая вот хороший новый рост растет корниться начала вот там вот второй рост она дала чуть позже то есть вот так вот можно себя обмануть и кстати вот здесь вот новые пурпураты достаточно от люк им еще года у меня нету видите такой здоровый уже рост вырос тоже на активном поливе видите лист огромный то есть все супер вон уже новый рост пошел и вот здесь та же история сейчас вам покажу можете сравнить видите то есть до агротехнику надо соблюдать но также надо не забывать про свои условия и про свой полив вот так вот поэтому видите я немножко себя в этом плане действительно недооценила недооценила что оказывается я хорошо чувствую как надо поливать котлеи из-за того что я пыталась еще пару дней их подержать сухим я их пересушивала так что не забывайте не забывайте все советы все что вы читаете всю полезную инфу все вот эту инфу про культуру пропускать через себя и соотносить с тем как вы поливаете потому что для кого-то полив может быть вроде бы на первый взгляд слишком частый но в ваших условиях при ваших посадках при вашем способе полива это будет на самом деле не часто это будет в самый раз и тут очень много факторов которые на это влияют поэтому ищите пробуйте подстраивайтесь я надеюсь у вас все получится и вот такой вот у меня опыт и теперь я поливаю свои котлеи немного по-другому немного чаще и жду более крутых результатов этого всего на этом я буду заканчивать всем огромнейшее спасибо за просмотр ставьте лайки подписывайтесь на канал делитесь этим видео это очень помогает развитию каналу очень хочу набрать свою первую тысячу вот правда честно скажу да такие вот немножко амбиций моих но хочу тысячу подписчиков очень к этому иду стараюсь спасибо вам всем за вашу поддержку за то что смотрите за то что лайкаете за то что пишите комменты правда огромное спасибо без вас бы у меня не получалось все так хорошо и на этом уже точно буду заканчивать всем солнечных дней пышных цветений всем пока пока